В региональном центре по связям с общественностью под руководством заместителя председателя правительства Омской области Татьяны Дерновой состоялось заседание коллегии областного Минспорта. По традиции перед рассмотрением вопросов повестки были вручены благодарственные письма и почетные грамоты от федеральных министерств. Также три спортсмена Ксения Атаманова, Мартин Малютин и Денис Рычков получили удостоверение на грудные знаки мастеров спорта России международного класса. Питья мячам присвоено звание спортивный судья всероссийской категории. В центре внимания на заседании были вопросы развития спортивной сферы и реализации на территории региона проекта «Спорт. Норма жизни». Напомним, одной из задач нацпроекта «Демография» является увеличение к 2024 году доли людей, занимающихся физкультурой, до 55%. Присутствующие предложили разработать пошаговую программу развития массового спорта, а при сборе статистических данных учитывать в том числе людей, посещающих фитнес-клубы и занимающихся физкультурой самостоятельно. Последний вопрос касался концепции подготовки спортивного резерва, которая предполагает переход учреждений физкультурно-спортивной направленности на реализацию программ спортивной подготовки. Сегодня рассматривались непростые вопросы, да, и статистическая отчетность – это на самом деле очень важно, потому что в этот момент мы видим для себя все цифры, ту реальную историю, которая есть в регионе. Мы на самом деле и относительно задачи, поставленной в указе президента, должны увеличивать охват занимающихся спортом, просто потому что это здоровье. Мы хотим, чтобы наша нация была здорова, чтобы продолжительная жизнь была такая, о которой сам человек мечтает. Для этого мы понимаем, что один из вариантов – это регулярное занятие спортом. И все, что касается второго вопроса, переход на стандарт спортподготовки, он такой очень болезненный, не очень простой, и существуют разные мнения, абсолютно диаметрально противоположные. Но при этом наша задача поступить и управленцам, и тем, кто работает на местах, так, чтобы не пострадали наши дети и наши спортсмены, независимо от возраста, не пострадали тренеры, для того, чтобы были результаты, были возможности участия в спортивных соревнованиях. И мы очень надеемся на то, что вот некий регламент, позволяющий быть в спорте, заниматься реально спортом и быть в спорте, а не оказаться просто в системе дополнительного образования, лишившись возможности участия в спортивных соревнованиях и получать те результаты, о которых мечтает и тренер, и спортсмен, они будут найдены.